здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим о кошельке в telegram этот инструмент обкатал но пожалуй со всех сторон принимал участие в различных акциях бонусных программах p2p market пополнение переводы собственно протестировал практически все грани кошелька есть безусловно плюсы есть безусловно минусы данного инструмента и давайте сегодня поговорим поподробнее что за кошелек какие он нам несет положительные отрицательные стороны и обязательно учтите негативные моменты которые будут озвучены поскольку можно потерять деньги очень легко и так все-таки на мой взгляд кошелек это вещь позитивная встроена на в инфраструктуру телеграма можно первое что мы видим иметь различные криптовалюты в кошельке как доллары стейбл коины на usdt которых мы не раз говорили которые можно приобретать и это является очень положительным моментом которые перекрывают очень многие другие моменты то есть мы можем купить доллары крипто доллары напрямую то есть не нужно как раньше проходить в обменник там или регистрироваться на крипто бирже получать какие-то адреса и ну в общем это довольно сложный процесс для большинства граждан русскоговорящих не настолько мы интегрированы в крипто пространство международное пространство чтобы это был такой рядовой процесс телеграм пожалуй есть у всех ну это обычный мессенджер то есть восстановить очень просто кошелек поставить тоже очень просто проблема никакой нет поэтому можем покупать доллары довольно таки быстро и по минимальным скажем так отметкам ну или как минимум средним отметкам то есть для того чтобы купить доллары мы нажимаем пи тупи маркет и вот таким вот образом купить все вот лучший курс сейчас на покупку 91 99 смотрим параметры если все устраивает нажимаем купить оплачиваем продавцу значит юзды токенов ту сумму о которой мы договорились то есть доступного не 445 долларов 100 долларов например надо купить 100 долларов перекидываем тут же деньги в юзды токенах поступают на счет все довольно таки просто и чем привлекательна вот эта валюта и за токены то что ими можно рассчитываться уже очень много где не будем отклоняться от сути криптовалюты но немножко дам комментарий для тех кто новичок в этих направлениях вот эти все биткоины тонкоины ноткоины эфириум этом ripple и все прочее у них замечательные дорожные карты как ими будет все рассчитываться какие там удобные транзакции и так далее никто этим делом не пользуется ну я про никто не имею ввиду вообще ни один человек кто-то да пользуется но это исключение потому что также как рублем не пользуются в международных переводах в транзакциях в оплате товаров и услуг рубль очень волатильная валюта и неприемлемо заключать контракты в рублях потому что рубль стоит сегодня столько завтра он упал там в два раза за послезавтра вырос стабильности нет поэтому международные валюты это доллар евро там юань в какой-то степени потому что эти валюты стабильны так и с криптовалютами никто не заключает контракты в биткоинах в тонкоинах ноткоинах там и все прочим потому что она сегодня столько стоит завтра он стоит совершенно какие-то иных денег то биткоин там до 20 тысяч долларов падает то растет до 70 тысяч долларов и не исключено что он будет ноль стоить или там 100 тысяч долларов в какой-то момент а вот юсд токены привязаны на сто процентов к доллару то есть один юсд т равенному тому доллару всегда вот это более интересное направление и многие люди в отношении с неиспользованием там биткоина в плане оплаты пользуются юсд токеном да даже недвижимость он в таиланде квартиру можно купить юсд токенах или в турции к примеру да или оплатить там автомобиль или например какое-то программное обеспечение что является выходом для россиян настоящее время потому что транзакцию произвести международную мы не можем а здесь свободно мы можем доллары купить и оплатить им все что угодно сейчас многие да вот у меня трейдинг и открыт я не там не рассматриваю приобретение платной подписки наверняка если пройти в оплату можно в долларах его купить в юсд токенах бандикам тот же самый который записывает у меня ролик можно в юсд токенах оплатить то есть это выход это реальное скажем создание вокруг себя комфортной среды рабочий потому что некоторое время назад мы это утратили поэтому это самое большое преимущество этого кошелька очень элементарно купить вот еще разок значит по сбп можно оплатить вот человек принимает на теньков сбп тут втб сбп но мы можем из других карт скажем он на теньков принимает мы можем со сбера скинуть ну просто вопрос том что комиссия может возникнуть может не возникнуть предупреждают люди в чем они принимают оплату вот девяносто один с половиной ожидается торгуется доллар так что это неоспоримое очень большое преимущество но для тех кто хочет приобрести криптовалюту именно тонкоин bitcoin там или not coin тоже есть такая возможность но я бы отнес это больше к рискам давайте такую балансировку в рисках сделаем то есть блюз большой что доллар очень удобно купить тонкоин not coin это безусловно мусор сколько стоит этого криптовалюта нас не стоит нисколько то есть тут был тон поменяли местами знаете как оля и ело стали not сколько стоит этот нот нисколько то есть их начисляет в определенном объеме в качестве вознаграждение их давали здесь за удержание долларов на счете там под 50 процентов их начислили да какую-то стоимость они сейчас имеют на бирже но фактически это фантика страны дураков то есть это как в компьютерной игре знаете где-то в героев 3 вы играете там у вас золотые шахты есть и вот какие-то циферки у вас бегут что их больше становится лет тапают хомяка сейчас хамстер комбата вот какие-то золотые монетки там она не стоит нисколько то есть она равно тому что я вот на экране здесь напишу вот у меня есть миллион там денис коинов да или каких-то telegram коинов то есть это все просто фикция и это не стоит нисколько какой-то определенный курс и задают его поставятся поддерживать но мы должны понимать что фактическая стоимость 0 от того что мы здесь имеем можно пользоваться только какой-то внутренней волатильностью когда там пытаются разогнать эти монеты а кто их пытается разогнать создатели потому что создатель скажем получил там 10 миллиардов тонн коинов он может там и 100 триллионов себе написать и какую-то раздачу устроил и пытается этот курс поддерживать то есть разгонять этот курс и так далее вот замечательно получается у биткоина замечательного эфира получается и крупных других криптовалют но много таких шиповинов они просто схлопнулись потому что их стоимость 0 и но не вложили достаточно в маркетинг чтобы поддерживать эти котировки так что это мусор абсолютный bitcoin я бы не назвал прямо таким мусором потому что это международная уже такая вот такой конгломерат международный который очень сильно поддерживается финансами я имею ввиду бенефициаром бенефициаром создание биткоина основными держателями биткоина это ни для кого не секрет это сша и как bitcoin изначально позиционировался ну в историю не будем вдаваться никакого там сатоши накамото конечно естественно не было это такие вот такие сказки для хомяков скажем так чтобы они покупали таинственный сатоши там управляет этой системой нет это американская система значит зашифрованных платежей и она поддерживается она снабжается деньгами но противовес там денег гораздо больше возникает у бенефициара это нужно понимать а так что не совсем мусор но стоимость ему тоже 0 в то время как поддерживать стоимость будут это очень важные понятия not coin и тонкой на тоже будет стараться telegram поддерживать определенные стоимости но это гораздо меньше скажем по надежности валюты чем bitcoin эфир вот такие вот моменты второе что я бы сказал значит какой очень большой риск кошелька в telegram это очень слабая на мой взгляд поддержка практически отсутствующая поддержка если у вас какая-то транзакция не прошла по тонкой на bitcoin или not coin у ждать ответа я кстати по моему ни разу не встречал информацию о том что кому-то ответили то есть поддержку если вы напишите там 5-10 дней месяц там и так далее вас просто не будет никто слышать и куда-то оно ушло и ушло не сталкивался с проблемами в надежных системах помимо usdt таких как usdt точнее давайте историю транзакции откроем то есть вот у меня тут много то есть не 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 раз что-то делал многократно пользовался кошельком вводил значит вносил суммы довольно крупные по три тысячи из токи на все мгновенно все хорошо работает но знаю что у проблемы возникают по тонкоину и not coin у пользователей не раз об этом слышал ну скажем системы слабые и где-то могут не срабатывать поэтому еще раз предостерегаю не покупайте этот мусор он ничего не стоит если его начисляют как не бесплатно например а за то что я удерживал доллары на счете и информировал об этой акции от телеграма привлечения внимания такое у них было вот ради бога покупать что-то там значит иметь не не порекомендовал бы какие-то транзакции не проходят людям просто не отвечают это мне пользуйтесь на мой взгляд тонкоинами not coin все это ерунда ну и bitcoin естественно никакого смысла хранить на таком скажем так ненадежном источнике я бы не стала не дай бог где-то какой-то вопрос возникнет что-то будет не так что-то не дойдет вам просто никто не ответит вот и все потом где они там в абу-даби по моему они находятся у них офис ну где-то в арабских эмиратах с не ошибаюсь вот нужно будет туда ехать претензии там у дурова выяснять где моему этом ноль ноль целых там тысячный bitcoin поэтому предостерегая от этих моментов я бы пользовался этим кошельком только в формате юсд токенов по необходимости то есть не то что купили вы этих юсд токены на 10000 долларов и они у вас лежат от греют сердце лежат нет по необходимости операции нужно что-то оплатить вы легко купили в пи тупи маркете 100 долларов например и тут же заплатили эти 100 долларов вот и все либо если имеете счет уже где-то на крипто бирже можете либо там купить либо купить через пи тупи маркет здесь потому что на обменниках дороже курс выше придется заплатить там больше комиссии чем вот пи тупи маркет в телеграме довольно таки выгодные здесь курсы на покупку вот такие вот моменты это основные про риски запомните еще про риски что я хотел бы сказать встречаюсь и довольно таки часто люди пытаются при прохождении верификации но это стандартный процесс его не стоит пугаться что вам нужно себя сфотографировать паспорт сфотографировать люди многие прям пугаются этого процесса что сейчас на них кредитов там наберут но это такие советское прошлое постсоветское прошлое пугает вообще такой метод подтверждения он является уже нормальным то есть раньше вы брали паспорт значит себя брали одевались там рубашку галстук и шли в какой-то офис там какого-то прим соц стройбанка и женщина оператор там по очереди вас обслуживала брала ваш паспорт смотрела на ваше лицо на снимала копию вашего паспорта заводила там личное дело какое-то заполняла бумаги в связи расписывались это такой пережиток тех лет сейчас уже такого нет практически и все это дело открывается онлайн и это метод подтверждения того что это действительно вы потому что деньги пойдут финансы и все прочее это такой метод работы просто-напросто не стоит его пугаться на крипто биржах тот же самый процесс нужно пройти верификацию паспорт ваш вот и система сличить что это действительно вы по своему паспорту открываете себе счет может быть есть опять же возможности поехать в абу-даби найти какую-то женщину которая возьмет от ксерит ваш паспорт в этом везде распишитесь заявлениях все это файлик положите упакуете в там в полиэтиленовый пакет и пойдете с авоськой но едва ли то есть уже мир так не живет поэтому к этому стоит относиться спокойно и вижу просто периодически там да не дай бог там свой паспорт куда-то отправить я не буду там верификацию проходить вот я считаю что это необоснованно и это вполне нормально то есть для меня это удобно нежели я поеду в какой-то другой город открывать счет там сберкнижки вот это такой момент что я хотел бы еще отметить по верификации люди часто пытаются надурить систему но система надуривает их они указывают свое не настоящее резидентство то есть видимо ситуация с санкциями заставляет совершать такие маневры когда например в интерактив брокерс не отображаются для резидентов российской федерации котировки нельзя там пополнить рублях и так далее и многие желают в лице интерактив брокерс быть гражданами иных стран нежели россии так вот случается и с телеграммом видимо люди переживают что какие-то санкции проблемы могут быть и они указывают не то резидентство фактически в котором они находятся указывают те же самые эмираты там таиланд и все прочее и просто-напросто их аккаунт блокируется потому что я тут согласен частично с телеграммом потому что но это мошеннические действия скажем так человек указывает не соответствующие себе характеристики а тут система как бы финансовая и наверно правильно такой жесткий подход к блокировкам но тут со второй момент наступает замечательно что такая система есть потом разблокироваться практически невозможно потому что поддержка не отвечает просто на просто и хорошо когда вы верификацию проходите на первоначальном этапе а порой люди сначала вводят деньги а потом начинают проходить верификацию и пытаются это выставить себя гражданином сша и так далее тогда и средства блокируется потому что значит мошеннические действия обнаруживаются в рамках вот этой процедуры и возникают сложности это обязательно тоже учтите многие люди на этом попались и их аккаунты заблокировали напишите кстати в комментариях сталкивались ли с таким событием получилось ли снять эту блокировку изменить статус своего гражданства в лице телеграмма или они по-прежнему не отвечают я знаю что и по пять дней по две недели они могут не отвечать я сам обращался в поддержку там по рядовым вопросам мне так и не ответили прошло уже месяца полтора то есть это очень такой слабый тонкий момент не стоит пытаться обмануть и в этом смысла никакого нет для граждан рф никаких ограничений в телеграме нет с абсолютно никаких нет то есть обманывать незачем телеграм вот это такой очень важный опыт и хотел бы еще отметить все своем телеграм канале давал информацию о старте бонусной программы вот она закончилась до 50 процентных годовых за два месяца значит замечательно удалось заработать вот эти денежные средства которые здесь тонкоинах ноткоинах сейчас эта бонусная система закончена акция закончилась сейчас дают пять процентов в юсд токенах если мы до трех тысяч долларов храним пять процентов но это немного то есть это совершенно небольшие проценты на других биржах стейкинге можно получить больше так что бонусная программа текущая не интересно ради нее заводить денежные средства не стоит лучше это сделать разместить стейкинге на других биржах если интересно мы об этом еще поговорим там 10 процентов где-то будет получаться второй момент в ноткоинах тоже закончилась акция вот за период акциями 1353 начислили ноткоина но появляются периодически новые акции и сейчас идет еще одна акция которой уведомили меня здесь она не отображается там нужно определенные действия совершать в ноткоинах отправлять там покупать ну в общем то привлекают внимание к работоспособности своего кошелька чтобы люди там как-то им пользовались такая маркетинговая но там совсем смешные деньги по моим расчетам можно получить на всю акцию дают пятьдесят тысяч долларов это на всех то есть можно получить до тысячи долларов но пятьдесят тысяч долларов это вообще в принципе тот объем который выделяется и мы понимаем что это смешной объем абсолютно то есть там фактически можно будет получить там 30 рублей может 20 рублей ну кто наверно не рассчитал тот момент сколько всего пользователей сколько всего будет участников этой программы не поделил на эти пятьдесят тысяч долларов ну наверное участвует но я посмотрел посчитал и понял что там смысла никакого нет комиссии больше заплатите за покупки за продажи чем будет значит какой-то бонусная система тем не менее бонусные программы проходят и вот первая бонусная программа была очень щедрой тоже стоит за этим делом наблюдать и ноткоины и тонкоины вот в таких системах стоит участвовать невзирая на риски риски на самом деле невелики и я думаю в объеме транзакции какие-то зависания или еще что-то по вот этим шиткоином происходят крайне редко то есть но бывает так что и валюта эти очень сильно волатильны что еще хотел бы отметить все работает все работает можно отправить денежные средства кому-то из своего контакта в телеграм можно на внешний кошелек вот по внешней крипто бирже и вообще я считаю что это очень положительный момент в развитии самого телеграм поскольку там комиссии будет прилично это такая монетизация очень хорошая будет можно пополнить при помощи банковской карты но в рублях нельзя пополнять потому что это санкции экспресс-покупку можно осуществить но комиссия очень высока я посмотрел экспресс-покупка сейчас доллар девяносто четыре при 91 с копейками а петупи маркете то есть нет смысла xrs покупки сильно большая комиссия 5 маркет пожалуйста замечательно все работает и также обмен то есть конвертацию можно сделать с комиссии происходит ну и самое важное что есть этот петумет петупи маркета которым я говорил можно и собственные размещать объявления сколько вы хотите продать это эдакая биржа со стаканами и покупать можно все это дело в рублях вот четыре валюты в настоящее время имеют место быть так что помните обязательно о рисках но и удобством стоит данного кошелька пользоваться собственно обкатал все эти моменты все работает на этом пожалуй все если есть какие-либо вопросы всегда рад на них ответить также в комментариях пишите и другие пользователи смогут вам тоже на эти вопросы ответить у кого какой опыт был и совместным сообществом и безусловно разберемся с любой проблемой выясним как правильно действовать той или иной ситуации ну и плюсами конечно в условиях санкции ограничений безусловно стоит эти инструменты применять на этом все всем удачи в инвестициях самое главное здоровья вам и вашим близким всего доброго до свидания